Хорошо, скажите тогда, пожалуйста, а кто-нибудь из вас знает историю своего рода глубиной более чем в тысячу лет? Нет. Навряд ли, конечно. Но если вы не знаете истории своего рода, то, конечно же, вы и не знаете, что вы в себе несёте, кто вы такие есть. По наследствам эти знания не передаются никому. Вы не отслеживаете это, вы забыли своё прошлое. Скажите, кто-нибудь из вас, вернее, как эта территория называлась до названия Украины? Ведь Украина называлась не всегда, так ведь? Да. По истории. Вы историю, конечно, учили достаточно давно уже, но приблизительно вспомните. До Украины называлась эта территория Малороссия, до Малороссии Киевская Русь, а до Киевской Руси, Киевской Руси только тысячу лет. А что здесь было до Киевской Руси? Официальные учебники. Что об этом детям пишет в школах? В школах написано, что до Киевской Руси здесь было дыка полы. На этом диком поле бегало 37 разных племён. И скифы, и сарматы, и гоны, и печениги. Но эти племена все были, занимались скотоводством, не имели постоянного места жительства. В общем, были не очень развитые. И всё, вот это всё, о чём говорит наша древняя история, о нашей территории. Но современный академик наш уже, археолог Пётр Толочка, делая в 90-х годах под городом Киевом раскопки в селе Триполье, говорит, ребята, ещё две тысячи лет тому назад на этой территории была высокоразвитая цивилизация. Уровень этой цивилизации многократно превосходил все известные вам на сегодняшний день древние цивилизации. Это Рим и Византия, и даже Египет. Наша цивилизация превышала египетскую. На сегодняшний день археологические раскопки и на Украине, и в России подтверждают это. Так кто же мы такие и есть? Великих пращуров, ничтожные сыны. Мы ничего не знаем о своём великом прошлом. Ещё три тысячи лет тому назад эта территория называлась вот так. Святая Русь. Слово «святая» правильно пишется через букву «Е». «Светая Русь» от слова «свет». Именно свет, высокий божественный свет, внесли наши предки на эту землю. Именно наши предки соединяли эту землю с богами. Они всегда себя считали детьми богов, не рабами. Рабами нас пыталось сделать христианство, внушая нам страх Божий. Не рабы, но дети богов. Подумайте, какая разница между рабами и ребёнком? Когда родители уходят, кому они оставляют все свои знания и наследство? Детям или прислуги? Детям. Конечно же, своим детям. Слово «богатырь» переводится только на русский, не переводится ни на один язык в мире, принадлежит только нам. Нет богатырей ни французских, ни американских, ни английских. Если богатырь, то только русский. Богатырь кто такой? Это тот, кто с Богом на «ты». А кто может быть с Богом на «ты»? С Богом на «ты» могут быть только дети богов. Таковыми были наши предки, таковыми мы остаёмся и по сегодняшний день. Таковыми будут наши дети и внуки. Святое воинство, Святая Русь — это отголоски наших древних традиций. Наша загадка славянской земли, славянской души напрямую зависит от качества территории, на которой вы родились и живёте. Эта земля всегда имела определённое значение для планеты Земля. Земля должны знать, кто мы такие есть и что в себе несём. Но кто-то очень сильно не хочет того, чтобы мы это знали. Так вот, наша планета Земля оказывается такой же живой организм, как и наше с вами тело. Посмотрите на наше тело. У нас есть руки, ноги, голова, то есть органы внутренние. Каждая часть нашего тела выполняет определённую функцию. Нет ничего лишнего. Но что в малом, то и великом. Для планеты Земля то же самое. Она — живой организм. И каждая её часть выполняет определённую функцию. Нет ничего лишнего. Вот, например, морская вода. Химический состав морской воды 100% соответствует химическому составу крови человека, только нет красных кровяных телец. То есть морская вода для планеты Земля выполняет ту же функцию, что и кровь для человека, разносчик питательной среды и информации от континента к континенту. Континент Америки для планеты Земля выполняет некую перерабатывающую функцию. Люди, которые рождаются на этом континенте, соответствуют качеству своей земли. Вы знаете, что в Америке жизнь — тело. Они очень увлечены своим телом, много вокруг него одевают, кормят. Все рестораны мира сосредоточены в Америке. Вы знаете, что самое большое число ожиревших людей именно в Америке. Задорнова иногда говорит, шутит, что когда встречаешь американскую семью, то папа клизма, мама клизма и дети рядом клизмочки ходят. То есть они даже внешне стали выглядеть вот так вот, потому что у них жизнь тела — это их нормальная жизнь. Но мы-то с вами рождены на другой части планеты Земля. Чем для планеты Земля является наша территория, как вы думаете? Для планеты Земля наша территория выполняет функцию головы или функцию мозга. Давайте посмотрим на наше тело, будем рассуждать. Что такое для нас голова по качеству? Посмотрите, есть у нас руки, ноги. Сейчас врачи научились пришивать и руки, и ноги. Внутренние органы могут поменять и печень, и почку. Что? Сердце человека могут даже вырезать, поставить искусственно, и человек будет жить. Без чего человек жить не может? Без головы. Без головы, если голову отсечь, человека уже не будет. Всё. Новую не пришить, старую на место не поставить. То есть голова для нашего организма — это самый высококачественный орган. Без головы нет человека. Но что в малом, то и в великом. Для планеты Земля то же самое. Территория, которая отвечает за функцию головы, для планеты является самой высококачественной территорией. Ну а если логически рассуждать, какими же люди должны рождаться на самой качественной территории на планете Земля? Люди должны соответствовать качеству той Земли, на которой они родились. Но если вы родились на этой Земле и до сих пор живы и здоровы, значит, вы по сегодняшний день пока соответствуете качеству своей Земли. Но как только ваше качество начнёт ухудшаться, у вас тут же начнутся проблемы со здоровьем, по судьбе. Качество нашего человека ухудшается тогда, когда он с духовного уровня опускается на материальный уровень. У нас здесь жизнь Духа. Жизнь тела во всех остальных странах мира — это тело Земли. Мы являемся Духом Земли. Именно наши предки и мы на сегодняшний день соединяем эту Землю с Богами. Двери в космос открыты только здесь. Ностальгией страдает только русский человек. Никто в мире даже не знает, что это такое за чувство. Ностальгия свойственна нашему человеку, потому что здесь открыты небеса. И уходя отсюда, с этой территории, в другую страну мира, выезжая на ПМЖ или по другим каким-то причинам, человек ощущает себя очень скованным, ему чего-то не хватает. И за этим чем-то он начинает очень сильно тосковать. Святое воинство, Святая Русь — это отголоски наших древних традиций. Самая высококачественная на планете Земля, Земля, которая имеет высокие вибрации, всегда нуждалась в защите и охране от набега в окружающих племён, в защите от посягательств тёмных сил. Эту Землю надо было охранять и защищать. Поэтому богами, когда боги уходили с Земли, людям, рождающимся на этой Земле, были даны высокие божественные знания, с помощью которых наши предки стали сохранять гармонию, порядок на планете Земля и в ближнем космосе, гармонизировать биологические, энергетические процессы и здесь, и вокруг нашей планеты, и в Солнечной системе. Этот процесс описан в Библии, называется он «Одухотворение», когда к земной природе человека была присоединена божественная составляющая, и наши люди стали многомерными по образу и подобию Божьему, созданными, то есть детьми богов. Об этом нашей загадке знает весь мир. Все знают, что мы несём в себе нечто необычное. Но что конкретно, толком никто не знает, вы так тем более. Но в вас осталась память наших предков. Это то, что отличает нашего человека от всех остальных людей в мире. Это наличие второй памяти. У любого биологического тела есть память внешняя. Эта память находится в голове. Этой памятью вы помните всё, что с вами было, начиная от момента вашего рождения до сегодняшнего дня. Но у нас есть ещё одна память. Эта память называется память на уровне архетипов, или память наших предков. Она находится вот здесь, на уровне солнечного сплетения. Словосочетание «солнечное сплетение» не переводится ни на один язык в мире. У них там этого нет. Но само название «солнечное» — прямая связь, напоминание о наших богах, о солнечном человечестве, те, которые были на этой земле и ушли, оставив нам знания, которые находятся в вас и по сегодняшний день. Единственное нас сегодняшних отличий от наших предков в том, что эта память у нас находится в спящем состоянии. И те, кто знают о нашей цивилизации, говорят, это спящая цивилизация. Но кому-то очень невыгодно, чтобы вы вновь проснулись к этой жизни и вспомнили своё предназначение, вспомнили, кто вы такие есть. Ни один дошедший до сегодняшнего дня народа в мире не несёт ни такого предназначения, не имеет ни такой истории, кроме нашего народа. Но это сознательно замалчивалось многие столетия, чтобы погрузить наш народ в мертвящее забвение, чтобы мы забыли свой язык, свою историю, свою культуру, своё предназначение. Но от ухотворённый, богорожденный народ русов — это народ воин, народ правитель, народ, посвящённый в тайны мира земного и мира звёздного, имеющий древние традиции свои и посвятивший дело служения в Духе превыше земной плотской жизни своей. У нас здесь жизнь Духа. И отличаемся мы очень сильно от всех остальных людей в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok